Сегодня мы приступаем к изучению форм движения материи, в том числе социальной. Мы будем рассматривать последовательно три формы становления, изменения и развития. Начнем с простого или с сложного? С простого. Есть предложение начать с простого. Поступила вот оттуда. Какая самая простая категория диалектики? Кто скажет? Чистая метрика. А? Чистая метрика. Чистое бытие. Но вообще лучше сказать бытие. А потом сказать, какое чистое. Потому что если оно вначале, если оно самое простое, то о нем можно сказать только что? Что оно ибо и все. И этим исчерпывается его содержание. Это мало или много? А? Это глубокая категория. Есть такие люди, которым все равно. Они есть или их нет? Их нет. Да? Это самый главный вопрос. Обытие. Вот сейчас у нас траур в связи с чем? В связи с тем, что те люди, которые были, жили, их нет. Причем этот траур надо объявлять не только в связи с самим фактом того, что этих людей нет. А в связи с тем, что то, что делалось до этого, вело именно к этому. Потому что у нас что, не было хромой лошади? Была же. Но там же 74 человека погибло. И что? Как они погибли? А так же. А в чем дело? А в чем причина этого дела? Вот как бы Следственный комитет будет выяснять. А если без Следственного комитета, в чем причина? Мы не можем выяснить, в чем причина? Халатная – это когда вы ходите в халате, не застегнулись. Вам все равно. Как сказал наш президент? Преступная халатность. Это не преступная халатность. Это нажива. Самое обыкновенное. Нажива. Погоня за деньгами. Вам песня строит, нам жить помогает. Кому нам? Мелкому бизнесу. Этот мелкий бизнес, который у нас все время пропагандируется, постоянно. Причем это делают руководители, дескать. Вот, надо поддержать мелкий бизнес. Вот мы с вами боролись. Я крупный, вы мелкий. Я победил. Кого надо поддержать? Проигравшего. А? Проигравшего. С какой стати? При капитализме надо проигрывать проигравшего. Вы мне объясните? Что-то я не понимаю. С какой стати надо проигрывать? У нас была честная конкуренция. Честная. Я выиграл. Кто эффективнее? Хозяйственник. Вы или я? Ну, не в этом дело. Это вам кажется, что не в этом. А если конкуренции вообще у вас нет, то я у вас все забрал, и вас вообще нет. Но могу взять себя на работу. И все с вами. Просто обычно тех, кто выигрывает, то он обычно взрывается. Вот когда вы выиграете, тогда будете взрываться. А сейчас я выиграл. Сейчас я взрываюсь. Ну, как вы считаете, в конкуренции побеждает сильнейший или слабейший? Сильнейший. Ну, сильнейший. Кто придумал, что надо поддерживать слабейшего? Это чтобы обеспечить конкуренцию и избежать монополизации. У нас цель конкуренции, что ли? Вы хотите быть на этапе монополистического капитализма противодействовать монополизации? Что, с ума сошли? Что это вам-то? Какая мысль такая пришла вам, нелепая? В какой стране современного мира нет монополий? Не знаю. Зато в каждой стране этого мира есть антимонопольный комитет. Хотите на работу в антимонопольный комитет? В чем будет ваша задача? Объяснишь? Не мешает монополии развивать. Почему же тогда антимонополий? А? Почему же тогда антимонополий? Ну, как почему? В каждом серии, в порядочном обществе должна быть борьба за конкуренцию, честную, открытую, против монополий. А на самом деле? На самом деле он прикрывает монополизацию. А монополизация – это прогрессивное явление или регрессивное? Ну, прогрессивное. Ну, прогрессивное. Что, против прогресса хотите идти? Их на вас нет. Да. У нас американцы стандартой развалили все эти парки. Что развалили? Стандартой. Крупнейшую нефтяную корпорацию. Она единственная была абсолютно? Она была единственной в Америке. Вообще единственная корпорация у них была в Америке? Я говорю про нефть, конкретно. А я говорю про экономику США. В экономике США что, единственная монополия? В зависимости от отраслей. Нет, это не зависит от отраслей. Это зависит от этапа развития капитализма. К чему ведет конкуренция? Вот если у нас свободная конкуренция, честная и хорошая, мы с вами два пароходчика на Енисеи. Я с вами конкурирую. Значит, они увидели, что вы молодой и красивый, и едут на вашем пароходе. А я сразу раз и начал всем пассажирам снижать цену. У меня дешевле. Они плюнули на то, что вы молодой и красивый, и сели на мой корабль, и я их перевожу. А вы тогда решили со мной конкурировать. Взяли и снизили цену. Они взяли и опять к вам перебежали. И так мы понижали, 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 понижали. Потом вы раз и стали возить бесплатно. Ну, куда они ринулись? К вам. А там два с половиной километра надо перевозить. Далеко. Не доплывешь. А тогда я стал бублик давать каждому, кто на мой корабль садится. И все от вас опять убежали ко мне. А тогда вы разорились, потому что у вас денежки кончились. И тогда я у вас, как раз у вас денежки кончились, и у всех долгу. Я купил ваш корабль по дешевке. Что дальше сделал? Монополизировал, или нет? Ну, я дальше что сделал? Я за что боролся? Установил ее цену, которую... Вот, установил такую цену, что я и баранки окупил, и все понижения цены купил. И кораблик у вас по дешевке скупил. И что получилось? Конкуренция к чему ведет? Монополизм. И что вы хотите встать на пути развития конкуренции, что ли? Это вы хотите встать? Почему нет? Почему нет? Вы на пути прогресса хотите стоять? А почему нет? Как почему? Потому что вы реакционер. А что делают с реакционерами? А мне ничем не плохо, а вам будет плохо. Потому что вы стоите на пути прогресса. Так, есть тут прогрессивные силы? Все, мы не можем выкинуть этого товарища в коридор. Думаете, не найдется? Они просто ждут сигнала. Это я пока так... Но я еще не щелкнул. Как щелкнул, сразу разобирается и выкидывает в коридор. И никакой монополизации. Ну, откуда такая глупость могла прийти в голову, что надо тормозить развитие монополии. Превращение капитализма в монополистический капитализм – это нормальный естественный процесс или нет? Естественный. Естественный. Вы что, против естества хотите пойти вообще? Против закона? Знаете, конгрена тоже естественный процесс. Это у вас конгрена естественный процесс. А почему нет? Он естественный процесс. Потому что оно у вас развивается в голове. Ну как вы такую ерунду Можете защищать Я понимаю, какие-нибудь экономисты защищали Вы-то еще не испорченный человек Я просто задаю вопрос Так я вам тоже вас не нападаю А просто даю ответ Могу я дать? Какой вопрос такой ответ? Конкуренция ведет монополия Это закон развития капитализма Какого? Вы какие этапы знаете развития капитализма? Знаете этапы? Вы, наверное, знаете, что у коммунизма есть два этапа Один не полный коммунизм, социализм А другой полный коммунизм А у капитализма есть два этапа? Две стадии или нет? Ну как называется-то? Ну вот, товарищ знает Учитесь Садитесь в следующий раз рядом с ним Он вам подскажет Капитализм свободной конкуренции И монополистический капитализм Почему? Потому что конкуренция ведет Монополия Вот мы с ним рассмотрели, как ведет Причем Чем отличается конкуренция От социалистического соревнования? Если социалистическое соревнование Я вам должен помогать Я вот что-то сделал хорошее И вам объяснил, как я делаю А вы тоже придумали какой-то новый прием Мне объяснили И мы быстро с вами развиваемся Какая-то у нас конкуренция Так что я должен сделать? Задушить вас я должен Конкуренция же Что я должен сделать с противником? Уничтожить его или нет? Это борьба на уничтожение Правильно? Либо есть я, либо есть вы Вот посмотрите, скажем Иногда кажется, что Американцы борются с социализмом А что? В Игославии социализм что был? Когда 19 лет назад Стали бомбить города Больше погибло мирных жителей Чем солдат Боевиков албанских Засчитали за мирных жителей Это был предлог Для того, чтобы Чтобы начать эту бомбежку Вовлекли эту бомбежку Все страны НАТО Спросили они кого-нибудь там Из Югославии Хотят они, чтобы им На голову ссыпались бомбы И 4 месяца их молотили Заодно ракеты и самога Взорвали его, уничтожили Тели башню Погибло 16 журналистов Ну, на всякий случай По китайскому посольству Стрельнули И извинились Чтобы китайцы туда не лезли Так было 19 лет назад Там что, социалистическое что-нибудь? Они что, с рабочими боролись Или боролись С демократической Югославией Буржуазной И где это Югославия? Есть она сейчас? Нет Нету? Маленькие-маленькие есть страны Македония Словения Черногория Сербия Так-так-так-так Читаем Правительство Амин Просило владеть Войска Афганистана? Что? Правительство Амин Просило владеть Войска Афганистана? Другое правительство Просило владеть войска Всегда есть какие-то люди Которые попросят Вести войска Не беспокойтесь об этом Были бы войска Когда есть войска То есть и сторонники Ввода этих войск Не волнуйтесь Это Предлоги все равно найдутся Так и в Югославии были сторонники Поэтому Сторонники были Я чувствую Вы сторонник этих войск Я не сторонник Я просто задаю вопрос Вы сторонник Который Высказывается В форме вопросов Но после Югославии Еще был предлог И тем самым А там какой предлог Вообще никакого Там был сепаратистский мятеж Что там было? Там был сепаратистский мятеж Сепаратистский мятеж Это кто ж такой Кто ж такой Сепаратистский мятеж Поднял? Президент что ли? Нет Ливия Это же не страна Пять времен было Одно подняло мятеж Как это не страна Когда была лихийская Арабская Социалистическая Джамахирия Во главе с Маамабар Каддафи Что нам рассказываете? Вы с чего голоса поете? Мой дядя там работал Кем он там работал у вас дядя? В нашем торговом представительстве Чем он там занимался Вашем торговом представительстве? А вот этого я не знаю Вот и я не знаю Я там не работал Я знаю что там происходило Там происходило Уничтожение очередного государства Которое вело самостоятельную политику В котором между прочим Было бесплатное образование Бесплатная медицина И молодым людям Которые пожениться Давали сразу квартиру И они так сказать Потом некоторые кредиты Выплачивали государству Он не полковник Каддафи Он не полковник Каддафи Он президент государства Законно избранный народом Он не полковник Он не полковник Он президент Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамихири Буржуазного государства С такими красивыми названиями Значит что там кто и как Кого он называет Никогда не являлась Причиной войн А предлоги для войн Всегда найдутся Причиной войн Империалистических Со стороны империалистических Государств Являются империалистические Захваты Обеспечение Контроля Над ресурсами Потому что Империализм О котором я вам говорил И про который вы ничего не знаете И судя по вашим вопросам И выступлениям Не читали Главную книгу По этому вопросу Империализм Как высшая стадия Капитализма Ленина Что я вам советую почитать Мир уже поделен В эпоху империализма И идет борьба За переделы мира Вот это Одно из основных Признаков империализма А вы рассуждаете Про то Что кого-то Что-то Кому-то Чего-то Сказал И так далее Это все Это детский Лепец Мировой политики А тогда почему Все транснациональные Корпорации Сбежали Из Ленина Так быстро Транснациональные Корпорации Ну и Эксон Мобил Транснациональные Корпорации Теперь получают Эту же самую Нефть По очень Малой цене Потому что Она идет Как нефть незаконная А раз она незаконная Она должна быть Очень дешевой Вы что думаете Там оттуда Нефть не идет Идет Все хорошо с нефтью И с ценами Все хорошо Для кого хорошо Для Ливии плохо А для корпораций В Ливии нет Государства вообще Причем тут Ваши цены И ваши корпорации В Ливии не корпорации были А в Ливии было государство Оно уничтожено Значит что это Как это называется Если уничтожают Будет демократические государства Как это называется Это называется Можно так сказать Можно так сказать Ну а если Сказать Наводится ужас Когда вот Президента одного Повесили И этого просто Растерзали Разорвали на части И набросилась На Ливии Целая Армада Во главе Соединенными Штатами Америки Это что такое Это ужас Они наводят А ужас Как в переводе На иностранный русский язык Называется Террор А как называется Открытая Террористическая диктатура Наиболее реакционных Наиболее шовинистических Элементов Финансового капитала Фашизмом Это называется И вот мы имеем Такое явление Интересное Что в самом Самой Соединенных Штатах В самих Соединенных Штатах Америки Фашизма нет Там демократическое Государство То есть Покупая оружие Можешь стрелять Там 170 человек Убил Демократия Острелировала Как недавно было Да Дескать Фестиваль у вас А у нас стрельба Каждое свое Купил Принес В отель Десятки автоматов Пулеметов Даже в Тир Соха никогда Столько не приносит И стрелял По людям Пока Не убил 170 человек Там демократия Все по закону Ну его по закону Застрелили А он Строго по закону 170 человек Застрелил Все хорошо Вот это В Норвегии Там тоже все по закону Он 70 человек Застрелил А он теперь там Смертной казни нет Он сидит Сидит Значит пусть норвежцы Его кормят Дети Чех кого он убил Родственники Тех кого он убил Пусть кормят Его всю жизнь Что такое Если меня пожизненно Посадят За то что я вас убил Чтобы будете Родственники Будут Ваши меня Кормить всю жизнь И будут радоваться Да что они Меня кормят Думаю нет Я думаю тоже нет Если я вот не очень Я представляю Таких родственников Которые с удовольствием Будут кормить того А как вы думаете Сколько идет На содержание Одного Приговоренного Пожизненного заключения В России 30 тысяч долларов В месяц Это вы Все считаете Охранников посчитали Количе проволоку Посчитали Системы Охраны посчитали Все Всю эту службу Расходы На пенитенциарную систему Посчитали С таким красивым названием Нет Вот это все туда входит Вот сидит Человек убил Допустим 100 человек И пожизненно Его кормят А он смотрит В интернете Всякие вязные вещи А сколько Это все Современные же тюрьмы Это хорошо На Украине Произошел Военный переворот Законно избранный Президент Янукович Который нам не нравится Вам нравится Президент Янукович? И мне не нравится А мне вообще не нравится Но он законно избранный Президент Не нами Не наш Он не наш Президент Он Спасался В группе автомобилей С охраной А за ним гнались И что с ним бы было Если бы догнали То же самое было бы Что с Мамаром Кадачик Ну тут из России Прилетели самолеты Вертолеты Опустились Забрали этого самого Законно избранного В Украине Президента И отвезли В город Ростов И он теперь Не достигаем Для того Чтобы его И что Вот он законно избранный А где демократия Хваленое Нету никакой демократии Потому что фашизм Демократии Противоположен Потому что демократия Это Прикрытые голосованиями Диктатуры Буржуазии Правильно? Всякая демократия Это какая-то диктатура Кто-нибудь знает Другую демократию Которая не была бы Диктатурой Вот Рвовладельческая демократия Это кого диктатура? Рвовладельцев А в феодальные времена Были? Была демократия? Нет Ну элементы были У нас в Пскове И в Новгороде Элементы были Ну пришел Иван Грозный И это прекратил Это все Ну потому что Зачем там демократия Префеодализм Если вы у меня Крепостные и крестьяне Значит вы что должны делать? Работать Вот и работаете А я что должен делать? Отдохнуть Нет Я еще должен страну охранять Эксплуатировать нас Нет А вас это само собой Об этом даже и разговора нет А что я имею право Убить не имею права Почему? Потому что Времена Рвовладения отошли Только Только вот На стенную площадь И там есть отдельно Помещение И там если что Розгами воспитывают Так вот Его уже я наметил Он не понимает Вообще Что такое фашизм И что такое демократия Так Ну а что было бы с осадом Как вы думаете Если бы там не вмешалась Россия В Сирии Абсолютно то же самое Это понятно То есть что мы наблюдаем Какое явление Мы наблюдаем Что страны Которые Совместно с Советским Союзом Боролись против фашизма Будучи империалистическими странами Они же никакими другими не были Никакими-то странами свободной конкуренции Империалистические государства Которые властвуют Монополистический капитал Эти страны Во главе с Соединенными Штатами Америки Проводят На международной арене Фашистскую политику То есть Которая может быть названа Фашизмом на экспорт Потому что внутри Вы никак не исследуете Демократические страны Они как бы Демократически все решили А дальше уже Ну это другие же не люди Скажем США позволяют Целые страны Назвать изгоями Она уже объявила Россию изгой Это что значит? Вот если я сказал Что он изгой Это что значит? Ну уже часы пошли До экзамена Ну у меня других прав-то нет А на экзамене У меня сумасшедшие права Это же самому страшно Как я у него буду принимать? Но он готовится тоже страшно Он сейчас уже готовится прямо Уже пишет ответ Вот такое явление мы наблюдаем В современном мире И поэтому Наивные такие представления Что какие-то антимонопольные комитеты Остановят движение монополий Ну как вот Это какое-то прикрытие Это всегда нужно Какое-то для выставки Например В Англии есть королева Это хорошо же Ну чем Это какой-то мертвый музей А тут вот ходит И зачем показывать На каких-то людях Вот у нас вот Выходят на дворцовые Это не настоящие люди Вот как бы они придворные Дворяне якобы Они гуляют Да? По реках А там настоящая королева Это круче Денег-то не так много На это идет Ну кто является фактическим Главой государства? Ягно-миста Терезочка Мы Так что такое королева А что скажут То есть зачитают Как Брежнев к нам Ему то напишут Он читает Такое у нас тоже было Что такого Как бы считалось Что руководит генеральный секретарь Ему дали читать Он говорит Дорогое Инди-рубанди Ему говорят Это не Инди-рубанди Это А кто? Это не Инди-рубанди А написано Ганди Вот Так что вот Мы наблюдаем Такое явление И тут Что мы такое не видели Сначала Пробирку показывает Колин Павелл Что якобы там Оружие массового поражения В Ираке Потом выясняется Что никакого И там пробирки Ничего такого нет И вообще Это никакого доказательства нет А президента уже убили Ну и все И уже опять Тут у нас Смотрите Уже показывает Тут и Скрипаль Кому этот нужен Скрипаль Как вы думаете Вот Если люди Немножко могут Думать головой Значит Он Был очень Важной фигурой Он Отглавлял Отдел Руководил отделом Кадров Кадров Групп Главного разведывательного управления То есть он знал всю сеть Наших разведчиков Во всех странах И сдал Эту сеть Великобритании Поэтому Великобритания Его очень высоко Ценила Ценила Потом он другие Кое-какие вещи Уже сдал Потом Поскольку Поскольку Его уже Он здесь Сидел Его обменяли То Он уже Теперь никому Нас Нам он Абсолютно Не нужен Он ничего Уже сдать Не может Он давно Уже В этих органах Не работает От него Толку нет Никакого И Англия Он уже Ничего дать Не может В смысле Выдать Каких-то секретов Он может Только с помощью Него Сделать Вот такую Провокацию Напоследок Он уже Не нужен Пусть послужит Служил же В Великобритании Пусть еще Уже послужит Уж биться Так уж Насмерть Для этого Надо дочку Подтянуть Еще Какие-то Догазательства Есть Опять Та же Самая Ситуация Как Случай С Ираком Мы ведем Расследование Я вот Веду Расследование Сколько Вы украли Миллиона Не считал Да я Тоже Еще Не считал Но Уже Веду Расследование Я с вами Поделюсь Вы Да вот Я смотрю Вот вы считаете Тут как раз Вы В порядке Солидарности Со мной Должны Меня поддержать Отзывайте От него Послов Отзываю Вот так Кто еще Против меня Хочет выступать Никто не хочет Вот все Отзывайте Послов Так ведь Действует Соединенные Фото Америки Там что Они уговаривают Или они Показывают Что будет С теми Кто против Вот кто В Европе Будет Против Американского Фашизма На экспорт Как вы себе Представляете Какая страна Бельгия Да Завтра Не будет Бельгии Голландия Не будет Голландии Германия Она вообще Побежденная Страна Там армии Нет О чем Разговор С Германией Короткий Разговор Французы Придумали Делать Вертолета Носят Для России Сказали им Убрать Деньги Отдать Никаких вертолетоносцев Все Франции Раз И быстренько Раз И сплавили Вертолетоносец Египту А нам Отдали деньги По честному Франции А нам Он Не нужен Этот вертолетоносец Зачем Он нам нужен Вообще Мы думали Если уж Заберем То поставим Его где-нибудь На Курильских Островах Японцев Пугать А больше Ни для чего Он не нужен Мы таких вертолетоносцев Настроить Сколько хотим У нас что Мало заводов Что ли Судостроителей У нас Штампуют Подводные лодки Нашего Адмиралтическое Объединение Дизельные И звездочка На севере Североморский Фиродинский Нам этот Он совершенно Не нужен Этот товарищ Министр обороны Прежний Придумал Такое соглашение Так что Мы с удовольствием Где это заработали Хорошо Вот Мы собираемся Какие-то серьезные вещи Разбирать Начали вроде Опять со сложных А давайте все-таки С простого Но мы же все-таки Определили Что самое простое Это бытие Вот поэтому Американцы тоже Самое простое Делают Убить президента Уничтожить страну Чтобы ее не было Ливии нету теперь А была Было государство Нету теперь Ливии Только вы в прошлом Уже говорите А на самом деле Это вот на настоящий момент Нету После этой операции Нету сейчас Государства Такой Ливии Есть там Группы враждующих кланов Между собой И Россия пытается Как-то что-то сколотить Их там собрать Может быть как-то Но они друг с другом Воюют Поэтому ничего там Не получается А откуда беженцы В Европе Кто их организовал Ну чего вот они Вот вдруг побежали Да побежали же Жить там невозможно Нет Государства нет Ничего нет Производства нет Есть нечего Плывут люди Через Средневное море Сотнями тонут А зато есть Хорошие рабочие руки Германия с удовольствием берет Там научат Работать Поставят К санкам И все хорошо Ну давайте будем рассматривать Ту самую простую категорию Которую мы вот сейчас И видели Как ее используют Есть государство Нет государства Есть президент Уже нет президента Которая Показывает нам Быстрый переход Бытия Прямо В противоположную категорию А как можно Из самого бытия Вывести Можно Эту противоположную категорию Давайте будем Разглядывать Это самое бытие Которое мы вначале взяли Раз мы его взяли вначале То это бытие какое? Такое бытие О котором можно сказать Только одно Что оно Бытие Что оно есть И все А раз так То больше нечего О нем сказать Как и таковом Вот мы начинаем Его умственным взором Рассматривать И видим Что видеть там Нечего То есть Нечего в нем Разглядывать Нечего в нем Рассматривать И тогда мы приходим К мысли О чем? О ничто И как это фиксируется В диалектике В логике диалектической Что чистое бытие Переходит В чистое ничто Чистое бытие Переходит В чистое ничто Но если оно Переходит в чистое ничто Что надо делать? Обдумывать Обдумывать то, что есть То есть то, что получилось А что получилось? Ничто Давайте обдумывать ничто Вы никогда не задумывались О ничто? О ничто? Не хотите подумать? А вы Не задумывались О ничто? Задумайтесь Это и не трудно? А зачем? Как зачем? Чтобы мозг развить свой? О нем нечего сказать О нем нечего сказать Как это нечего? Вот вы даете Учились, учились И говорите Зря я лекцию вам читал Это вы прямо мне Какой-то удар наносите Прямо в сердце Укол А? Вы можете сказать Что в него перешло Чистое бытие Ну это вы историк Я понял То вы знаете Что было вчера То есть В него перешло Чистое бытие Да И все Что вы знаете Только Историки что ли По вашему Это те Которые знают Что было вчера И абсолютно не знают Что сегодня Знают Знают И что сегодня С ним стало У него перешло Чистое бытие Сейчас это Чистое ничто Содержит в себе Чистое бытие И все А да Вот это вот Интересный вы историк Уже сколько времени Вы рассуждаете Про чистое ничто Оно все время Ничто А чему у нас Первое обучение В чем состояло Что если вы что-то Разглядываете Или рассматриваете Что вы что-то Разглядываете Или рассматриваете Даже умственным взором Если вам это удается Разглядывать И рассматривать Значит оно Есть Нет Поспешили Есть А раз есть Значит оно бытие Правильно А вы этот переход Решили Обойти Скрыть Спрятать От народа Но народ За вами не пошел И на корабле Вы неправильно Его возили Этот народ Он за вами не пошел Корабль вас Я забрал И тут вы опять Прокололись Два уже прокола Один выдуманный Один настоящий Но если мы его Разглядываем Значит ничто есть Правильно А раз ничто есть Значит ничто Перешло Во что Какое Какое уже чистое Уже чистое Уже лет простыл Уже Чистое бытие Уже перешло в ничто А чистое А это самое ничто Перешло в бытие Уже это бытие Посредственно Двумя движениями Какое же оно чистое У него он и целую историю пишет Книжка у него написана Про происхождение Чистого ничто А вы Рассказывайте нам Что оно чистое Какое чистое У него целая история Вопрос Поэтому это Просто бытие А ничто Теперь какое Тоже просто ничто Значит что мы получили Мы получили Что бытие Переходит В ничто А ничто Переходит В бытие И это все Что мы можем И так и будем повторять Я буду ходить И говорить Бытие Переходит в ничто По дороге туда И по дороге обратно А бытие Переходит в ничто И так полтора часа Какой вывод Мы должны из этого сделать Чтобы я это прекратил Это хождение Какой вывод Надо сделать Логический Что это бесконечно То есть я бесконечно Буду ходить Мне уже жалко Себя стало Не только вас Уже себя стало жалко Может быть Должно Должно А кто вам сказался Должно Не верьте им Надо выводить А вы как кто-то Вам что-то пообещал Сказал Сколько вам денег Дали за такое За такое Нисколько Вот я и чувствую Даже жалко Выступаете А денег не дали Но если бытие Переходит в ничто А ничто Переходит в бытие Логический Диалектический Вывод такой Хотя некоторые товарищи Не привыкшие К диалектике Ещё его не сделали Что нет ничто Нет бытия Есть лишь движение Исчезновение Бытия в ничто А ничто в бытие Логично? Ну красиво же Получается Нету такого Бытия Которое бы Оставалось бытием Нету Оно переходит в ничто Ничто Которое оставалось бы Ничто Хоть сколько-нибудь Нету Оно когда Начинает Оно с самого начала Как ничто Переходит в бытие Обе эти категории Переходят в другую А не так Что они висят В качестве бытия А потом Только потом Начинает переходить Бытие Всякое бытие Переходит Ничто А ничто Значит нет ничто Нет бытия А есть движение Исчезновение Бытия в ничто А ничто в бытие Ничего плохой что ли Получилось? Хороший такой результат Правильно? Движение Я вас предупреждал Что речь происходит О движении Вы не обратили Вы не обратили внимание А было наводящее Такое предупреждение То есть Движение Исчезновение Бытия В ничто А ничто в бытие Или движение Перехода Бытия В ничто А ничто в бытие Ну раз Это новая Категория Такое Мы не видели Еще У нас было Бытие Ничто А вот такого Чтобы было Одновременное Движение Исчезновение Бытия Ничто Ничто в бытие Мы не видели Не видели И не слыхивали Такого Вот раз Это новое Надо назвать Видели как Владимир Владимирович Предложил Как-нибудь назвать Наши ракеты И новые Средства вооружения И наш народ Начал выбирать И вот я тоже вас призываю Я хоть не Владимир Владимирович Но призвать вас Найти имя Какое-нибудь Для этого Движения Исчезновения Бытия В ничто Ничто в бытие Могу попросить Какие предложения есть? Народ Как? Становление Вот народ Предложил назвать Это наше Невиданное оружие Диалектическое Движение Исчезновение Это страшнее Все Быстрее Тут скорость Вообще Мгновенная Пока там Эти Ракеты летят Или под водой Плывут быстро А у нас Бытие Переходит Ничто Ничто Мгновенно А ничто Бытие Тоже Мгновенно Это высшие Скорости света Почему? Потому что Здесь вообще Скорости нет Здесь Вне временной Переход Только я сказал Что это бытие Оно уже Ничто Только я сказал Ничто Оно есть Это вне временной Переход Здесь Время Никакого Нет Вот Она Какая Штука Это Супер Оружие Вот Это Называется Это Категория Становлением Становление Одна Из Таких Самых Простых Форм Движения Материи Становления К чему Относится Эта Категория К чему? Категория Эта Категория Относится К чему? Ко всему Это же Всеобщая Категория Философия Вообще Был разговор О том Что Философия Диалектика Изучает Всеобщие Категории Всеобщие Что такое Всеобщие Которые Относятся К чему? Поэтому Я могу Переформулировать Начало Нашей лекции Так Все Есть Бытие Ну Вы Есть? Вы Бытие Вы Есть? Да Кто тут Есть Кто Небы Поднимите Руку Вон Поднимает Один Но Несмело Боится Так А теперь Трудно Доказать Что Каждое Есть Ничто Вот Я Это Не Вы Видите Нет? Что Я Это Не Вы То есть Я Ничто Я Себя Изобразил Как Ничто Так А Вы Это Не Я Значит Вы Тоже Ничто А Вы Это Не Он А Он Это Не Вы А Вы Не Он А Вы Не И Все Не 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 Ну Товарищ Сидит Скромно Так Но Вы Не Кошка Не Кошка Честно Говорит Он Не Кошка А Вы Не Волк И Тоже Все Не То есть Можно Про Каждого Сказать Что Нибудь В таком Чтобы Он Выглядел Как Некое Ничто Правильно? То есть Как Отрицание Некого Бытия Вот Человек Умный А Я В Порядке Оскорбление Назваю Недураком То есть Вроде бы Как Тоже Хорошее Сказал Но Как Ничто Нет Чтобы Сказать Умный Человек Просто Без Всяких Штучек Этих Дрючек Диалектических Вот Дескать Вот Вы Не Дурак Это Чтобы Теперь Рассказать Кто Он Должен Ходить Искать Вот На Институте Истории Какого Дурака А У вас Не Найдешь К себе Пошел Там Быстрее Найду И Вот Приведу Поставлю Скажу Вот Он Не Такой А Это Целый Конитетель А Так Б Сказал Умный И Все Нет Жалко Вот Я Обещал Какую-то Страшную Кару Это Считайте Первая Уже Пошла Кар Ну Не Дурак Тоже Неплохо Но Именно Неплохо Не Путайте Неплохо И Хорошо Нет Чтобы Сказать Хорошо Опять Неплохо Это Вторая Да Ну Это Много Таких Приемчиков Вот Сегодня Он Выглядел Вроде Бы Прилично Во Первых Прилично Хорошо Сегодня А Насчет Вчера И Завтра И Других Дней Непонятно Вроде Бы Прилично А Что Значит Вроде Бы Прилично Да Вроде Бы Прилично А Вроде Бы Понятно Это Все С Отрицанием Это Все С Ничто Вот Человек Сидит Спокойно Хорошо А Этот Неплохо Сидит Но И Нехорошо И Стало Ему Нехорошо А Я Ничего Плохого Ему Не Сделал Ничего Не Сделал Ему Я Ничего Ему Не Сделал Это Как Бы Все Сделал Это Диалексика Два Философа Сидят Разговаривают А Диалексика Один Говорит Два Отрицания Дают Утверждение Но Чтобы Два Утверждения Давали Отрицание Ну Такого Не Может Быть А Второй Говорит Ну Да Конечно Это Два Узверждения Правда Это То есть Русский язык Диалектичный Язык Вполне Так Ну Так Вот Эта Категория Относится Ко всем Это Всеобщая Категория Нет Ничего Такого К Чему И Бытия Бытия Бытие Значит Нет Нет Бытия А Есть Одно Лишь Становление Вот Истина Так Где Есть Одно Лишь А Где же Бытие Ничего Тут Есть В комплекте А Невстановление Имеет Место Ну Раз Раз Мы Уже Имеем Такую Категорию Давайте Назовем Те Движения Которые Содержатся В этом Самом Встановлении В становлении Мы С вами Можем Различить Два Противоположных Движения В этом Одном Движении Какие Пожалуйста Какие Называйте В становлении Какие Вы Видите Движения А По По Очереди Вот Сначала Одно Движение Назовите Какое Переход Вы Переходите Из Бытия А Вот Бытия В Ничто Да Вы Начали Вот Из Бытия Как будто Это Вы Переходите Из Бытия В Ничто А Если Это Переход Бытия В Ничто Никаких Из Уже Не Может Бытия На экзамене такой только не пишите там «из бытия в ничто». Это третий там переходит. Третий тут есть, который тут затесался между бытием и ничто, и который переходит из бытия в ничто. Из хороших – плохие, из плохих – хорошие и так далее. Переход бытия в ничто – это один переход. Или движение исчезновения бытия в ничто. Исчезание бытия в ничто. Можно так сказать? Бытие исчезает в ничто. А ещё какое там есть движение? Что такое скромно так? Громко так, гордо. Не знаю, меня учили, как вот надо, чтобы было убедительно. Не важно, что вы говорите. Можете любую чушь говорить, но надо говорить убедительно. Показываю. Товарищи студенты, надо говорить убедительно. Ба-бо-бу, бе-би-бы. Убедительно? А вы что? Что такое? Я, говорит, за истину выступаю. Ну, как вы за истину? Да не за истину, вы, наверное, что-то грязное делаете такое. Ну, надо как-то гордо сказать. Вы же твёрдо знаете, что во что переходит. Ну, только скажите. Переход, мечта, в бытие. Во, учитесь. Я вас назначаю первой ученицей моей. Благодарю. Да, а вот ещё есть понятие лучшие ученицы. Тут ещё можно спорить. Вот они вот. Я их предлагал всё на этот пост. Они не проходят. И это не прошла парта вообще. Селиком. Тогда мы можем, вооружившись этим знанием, сказать, что становление – это единство. Перехода бытия в ничто и перехода ничто в бытие. Или исчезание бытия в ничто и исчезание ничто в бытие. Надо назвать эти отдельные виды, противоположные движения. Их два же. Давайте назовём. Какие есть предложения? Опять надо называть эти страшные оружия, которые в нём ещё два есть, два противоположных потока частиц логических. Как их назовём? Переход бытия в ничто. Как будем называть? Ну, переход ничто в бытие. Как будем называть? Нет, это парта тоже и тянет. Молодой человек, на вас надежда. Как называется переход бытия в ничто? Скажите людям. Развитие. Это далеко ушёл. Нам до этого идти, идти. Так далеко, что я не могу ничего плохого про него сказать. Только хорошее. Такое хорошее, что нам, я думаю, нескоро лекций много надо пройти, чтобы до этого дойти. Изменения? Следующая будет лекция. Следующая категория будет изменения. Вы впереди паровоза идёте. Но паровоз может на вас наступить. Ну, как вот узнать? Никак это нельзя узнать, потому что названия, их не выведешь. Вот у вас как зовут? Настя. Как? Настя. Настя. Вот понимаете, что вот, ну, это нельзя вывести. Здесь какими-то... Вот сколько угодно я бы не изучал диалексику. Вот никак нельзя вывести, что вы Настя. Вот вы сказали, я теперь помню. А родители вывели. Это только родители могут вывести, поэтому вывести имена собственные невозможно. А что делать нам, когда мы хотим дать имя какому-то там переходу логическому? Что делать? Ну, есть люди, которые это делали, изучали. Они и давали. Родители есть у этого перехода? Есть кто? Георгий Вергельев, Фридрих, Гегель. Открываем книжечку и смотрим. Так, сюда смотрим. Настя, туда смотрим. Переход бытия в ничто. Преход бытия в прихождение. А переход ничто в бытие? Возникновение. Протесты есть? Нет. Нету. Я же не протестовал, что вас зовут Настя. А вы что будете протестовать? Против Гегеля пойдете? Тем более перед экзаменом. Перед экзаменом идти против Гегеля. Так. Ну, хорошее же название. Причем я хочу сказать, что тот, кому это надоело, это изучение философии, может этим вообще ограничиться. Вот вы, допустим, сидите и решили стать старцем. Старцы – это что значит надоело? Надо поехать в пустынь. Ну, сначала по тысяче рублей скинемся ему, он же уезжает в лес один. Там они не нужны. А? Если деньги не нужны. Ах, не нужны. Туда будут приходить люди, а вы будете им давать деньги, они вам будут все приносить. А вы думаете, сейчас просто… Это же капитализм. Кто вам? Старцы-то вы будете в капиталистической пустыне. Просто так. Ну, вот. И вот мы приезжаем к вам через год. И вот рассказывайте. Стипендию не повысили, цены растут. И экзамены – ну, так, ни шатка, ни валка. То есть все плохо. А что вы должны сказать, как мудрец, как старец? Что они должны сказать? Что переход в бытие? Нет, это длинно, длинно, нет. Ну, старец должен сказать. Вот он послужил. Вы так должны выслушать все внимательно, внимательно. Не торопясь сделать большую паузу. И потом сказать. Это все приходящее. Вы так обрадовались? Приезжаете. Степендию на 5 рублей повысили. Представляете? Цены кое-на-что и снизили. Ну, совсем на какое-то барахло. Но снизили. Так. И удалось пересдать экзамен. Вы на следующий год приезжаете опять к нему. Вот он вас, можно сказать, наставил на путь истинный. А он опять сидит такой. Слушает. Это не то, что я. Вот сразу там что-то возражать или еще как-то так намекать. Нет, он очень дружелюбно все так слушает. И когда вы все рассказали, как теперь стало все хорошо, все лучше, стало все улучшаться, все налаживается. Он так послушал и говорит. Это все приходящее. И ничего, никаких фраз больше ему не надо запоминать. Так что вот мы уже достигли такой высоты изучения философии, что уже можно прожить. Но все-таки по тысяче рублей-то надо скинуться. Сейчас делают так капиталисты. Вот если бы я был капиталист, у меня был бы завод, а там было бы тысячи человек. Я бы собрал и сказал, вы знаете, как у нас сейчас в экономике дела плохо обстоят? Я чувствую, что наш завод под угрозой. А тем самым под угрозой наши рабочие места, ваши семьи. Я думаю, закрыть наш завод. Ну, или есть другой вариант. Вы сейчас скидываетесь по две тысячи рублей. То есть зарплату понижаем на две тысячи рублей. У кого двадцать две тысячи, будет двадцать. Но если вы такое решение не поддерживаете, тогда я закрываю завод. Ну, а что делать? Другого выхода нет. Вы же сами. Ну, почитайте газеты, послушайте. Все. Так, а у меня тысяча человек работает. Так, умножаем. Две тысячи на тысячу сколько будет? Два миллиона. Два миллиона. В месяц я получаю дополнительно. Это же хорошо. А в год? Вот. Учитесь. Что я сделал для этого? Пламенно надо выступить. Объяснить политику Единой партии России. Хорошо? Двадцать четыре миллиона. А что вы? А вы все с этими неуспешные люди. А я успешный. Я успел вам эту байку рассказать, и уже деньги получил. А что изменилось на моем заводе? Ничего. Я ничего не сделал. Ни технику не поменял. Ни обучение персонала не провел. Ничего вообще не сделал. Поэтому я вам свеженькую цифру сейчас подкидываю, которая ко мне приплыла в наших официальных органах за время... с нашего последнего свидания неделю назад. Значит, за 2017 год число людей, процент людей, которые имеют более 500 миллионов долларов в России, выросло на 22%. Число людей, которые имеют более 500 миллионов долларов, выросло на 22%. Ну а почему мне это в доллары-то не переводить свои 24 миллиона? Вон там, товарищ Грудинин, сколько рассовывал свои деньги там. И в золоте рассовывал, и там по счетам, и сям по счетам. А он так и делал. Он собирался своих трудящихся и называл это все зарплатой своей. Я же могу назвать прибыль зарплатой. Имею право. Ну вот, просто я успешный работник, а вы неуспешный. Особенно после того, как вы еще 2 рубля, и у вас 2 тысячи забрало себе, то я тем более успешный, а вы тем более неуспешный. Зарплата должна быть достойной. Какая у вас зарплата? У меня нет зарплаты. Вот нету, значит, вы и недостойны этой зарплаты. Ну и скоро. А если у вас 20 тысяч, значит, вы 20 тысяч достойны. Это такое слово придумали, хорошее. Если у вас 30 тысяч, 30 тысяч вы достойны. А вы скажете, а почему не 35? Потому что вы достойны только 30. А 35 уже вы не достойны. Кто определяет? Кто определяет. Слово определяет. Если слово достойно, у вас степенция 500 рублей. 1500. Вот вы больше, чем 1500 недостойны, а 1500 достойны. Кто определил, то достойный или и не достойный? Я определил, слово «достойный» взял для того, чтобы дурачить людей. Дурачить людей с этим словом запросто. А если я сказал, что это хорошая стипендия, вы бы сказали, ну какая же она хорошая? Да, тогда бы стали со мной спорить. А если вы начнёте спорить по поводу «достойный», ну что вы спорите? Раз такую получаете, значит, такую и достойный. Логично. Это надо уметь, правильное слово. Вот зарплату, как называют в Трудовом кодексе? Вознаграждение за труд. Ну, вознаграждение. Вы хотите повысить вознаграждение за труд? Вот награду, требуете награду. Может, вам героя Советского Союза повесить или сюда? Можно. Награду требуете? Нахал какой, да есть. Это скромно надо быть. А вы требуете награду больше себе. Награду отдают, и те люди, которым дают, говорят спасибо. Правильно? А он говорит, дайте мне, вы все, Брежнев, что четвёртую везут сюда повезут. Ну, нахальный народ пошёл. Ну, возможно. Там есть хуже люди. Это вообще обордели. Всегда есть хуже. Всегда же есть хуже. Вот я не думал, что есть хуже, но есть. Я думал, что я самый плохой. Хазалось, нет. Так, значит, возникновение и прихождение. Второе, значит, возникновение. Вы догадались, что это такое. Переход. Ничто. Хорошее же название. Единственное, но у всех названий есть недостаток. Какой? Вот у нас получилось, что становление – это единство возникновения и прихождения. Все осознали? А где ничто и бытие? Мы с ними сродились. С ними начинали. Где они? Куда делись? Становление, как вы нам только что рассказали, – это единство возникновения и прихождение. А где эти родные нам бытие и ничто? Нет. Это так нам не пойдёт. Мы утратили что-то, что завоевали. Думаем, сейчас много будет категорий. Опять ничего нет. Только возникновение. И то это такое меняющееся. Одно в другое переходит, ничего нет. Нет, так не пойдёт. Давайте как-то сохранять то, что мы накопили. Никакие нет. Нет никаких предложений. Как нам сохранить как-то понимание становления – это бытие и ничто. А то как-то так выбросили, и всё, и никто не вспоминает. Вы про родителей хоть вспоминаете? Иногда. Ну, давайте хоть у них возникновение и прихождение. Тоже есть родители? Какие? Бытие и ничто. Ну, а тут уже их нету. Всё. Детка говорит, я Настя, и знать ничего никого не знаю больше. Нет, это хорошо, что вы Настя. Ну, родители могут обидеться. Тем более вы родители в себе содержите. Так же, как и возникновение и прихождение содержит бытие и ничто. Правильно? Каждое более развитое, следующее содержит в себе то, из чего оно произошло. Это родителям можете рассказать, если они уж так будут волноваться. То есть, они скажут, так я вот… Смотрите на меня, это вот вы и вы, мама, папа, я вот. Я и вы, и вы, и тут всё хорошо. Я ещё и дальше пойду, возможно. Так. Ну-ка, на что приходит к нам на помощь? На помощь нам приходит современная мода. Молодёжная. А в чём она состоит? Всё надо говорить короче. Вот я в прошлом году иду по коридору, вот по этому длинному. Пошёл, почти до конца дошёл, там группа исторических девочек стоит. Человек семь. И что они там и говорят, я, естественно, не прислушивался, и тем более не подслушивал, а мимо иду. Мимо иду, там, туда, в гардероб поворачиваю. И слышу только, вот я мимо прохожу, они говорят, короче, 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 короче. Вот между ними разговор такой короче. Самомысль не усматривается. А вот короче – это усматривается. И тогда я понял, что надо всегда думать о том, как короче. Вот как короче сказать возникновение? Вот не додумайтесь. Явление. А? Явление. Вы даёте. Это вы маханули во вторую книгу на упе лойки. Это сильно вы продвинулись. Нам до этого… Не, ну там надо в лойке, надо выводить, а вы прыжок сделали. Это прыжки, лойка – это разные вещи. Ну, это не так просто. Ну, можно преобразовать вот это же самое. Переход бытия в ничто можно преобразовать. И переход ничто в бытие преобразовать, а потом укоротить. Показываю. Ничто, переходящее в бытие. Вы же говорили, переход – ничто в бытие, да? Так это же ничто, переходящее в бытие. Правильно? Короче. Это что? Ну, напишите мысленно себе. Ничто, запятая, переходящее в бытие. Значит, это что? Ничто. Ничто. Вот там тот край реабилитировался полностью. Ничто. Короче, ничто. То есть, теперь-то мы знаем, что никакого ничто, кроме переходящего, кроме как переходящего в бытие, нету в природе и в обществе. Нету, не бывает. Есть только такое ничто, которое переходит в бытие. Поэтому уже не надо таскать с собой это всё, вот эту батарею, что оно переходит. Кто здесь вот присутствующий и не знает, что ничто переходит в бытие? Ну, есть так, поднимите руки. Ну, если все знают, ну, чего это, вот давайте короче будем говорить. Ничто. Опять мы вернулись, опять хорошо. Ну, какое ничто? Если спросить, а что это за ничто? Ну, которое переходит в бытие, чего вы не знаете? Мы же уже это говорили, сколько можно одно и то же повторять? А бытие, переходящее в ничто, как называть теперь? Вот. И всё. Красота. И что у нас получилось? У нас теперь получилось другое понимание. И бытие, и ничто. И это позволяет нам сказать, что первое бытие и ничто, о которых мы говорили вначале, из которых мы начинали, это что такое? Это абстрактное бытие, оторванное от противоположенности своей. Правильно? А теперь у нас хорошее, настоящее жизненное ничто, которое переходит в бытие. То есть, если я живу, значит, я умру. Чего? Это жизненное такое понимание моей жизни. А если я буду говорить вам, что я не умру, то вы скажете, это мы не умрём, а вы-то умрёте. Может такое быть ничто, которое не переходит в бытие? Не может. Может быть такое бытие, которое не переходит в ничто? Не может. Поэтому по-прежнему, по-прежнему установление, есть единство бытия и ничто. А раз оно есть единство бытия и ничто, это надо как-то запиксировать в этом понятии, в понимании становления. Но при этом, каких бытия и ничто? Такого бытия, которое переходит в ничто, и такого ничто, которое переходит в бытие. И тут мы начинаем обнаруживать, что само становление теперь под угрозой. Так, товарищи, под угрозой само становление теперь. Только мы его восслабили. Почему? Потому что оно, становление есть благодаря вот этим переходам, бытия в ничто-ничто. То есть благодаря разности бытия и ничто, что они разные. Разность не в смысле математическом, там от 5 от 3 будет 2, а то, что они разные. Одно бытие, а другое – ничто. Но если бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, то эта разность в становлении исчезает. Так я правильно рассуждаю? Берём единство бытия и ничто, то есть становление. Беспокойное единство бытия и ничто берём. От бытия переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И мы с ужасом наблюдаем, как разность бытия и ничто в становлении исчезнет. Если она исчезнет, то становление уже… Вот беда. Не только беда. Если она уже пришла, беда, отворяя ворота. Всё. Раз бытие переходит в ничто, а ничто – в бытие, значит, становление исчезает. Только нам понравилось это становление, так всё хорошее так. Только садишься обедать. Уже только немножко поел, уже аппетит исчезает. Только пообедал. Потом вроде насытился, а потом чувство сытости тоже исчезает. И так всё время. Но нет спокойной жизни. Нет. Только вот понравилось в категориях, хорошая такая, исчезла. Ещё поняли, как она исчезла? Повторяю логику. Становление есть благодаря разности бытия и ничто. Благодаря тому, что они разные. И эта разность в становлении исчезает. Значит, и становление исчезает. Но не надо с судьбой бороться, надо выяснить, что тогда получилось в результате исчезания становления. Становление – это что такое? Это беспокойное единство бытия и ничто. Видите, одно в другое переходило. А что является отрицанием беспокойства? Кто-нибудь может сказать? «Спокой». Ну, можно и так сказать. Можно сказать «спокойствие», а можно сказать «покой». Или «покой», или «спокойствие». Да? То есть в результате исчезания становления мы имеем что-то спокойное. Согласны? А что мы имеем спокойное? Сейчас выясним. Значит, исчезание становления – это исчезание беспокойного единства. А что является отрицанием единства? Это очень сложный вопрос. И если вот у нас с вами единство, значит, мы с вами одно или нас двое? Как же, если мы с вами единство? Если было бы одно, не было бы единства. Это вот кажется, если не присмотреться к логике. Говорят о единстве, вот у нас единство взглядов с ним. Как у нас может быть единство взглядов? Только потому, что мы разные. А если бы я был один, вот и стал бы вам доказывать, вот я один. Но это уж самое тесное единство. Так стеснее не может быть. Так? Вот я один, я един. У меня есть полное единство взглядов с самим собой. Скажет товарищ. То есть, если у нас с вами единство, только потому, что мы разные, нас двое. Может быть, и с тремя, и с четырьмя, и так далее. То есть, для единства нужно много. То есть, если говорят, единство – это для людей неподготовленных, философски необразованных, малограмотных диалектически, значит, думают, что это одно. Единство – это значит, что нас несколько. Только тогда у нас может быть единство. Но что я буду доказывать, что я единство с самим собой? Вы и так не будете спорить. Да даже странно было бы. Вот посмотрите, какое у меня трогательное единство с самим собой. Значит, а отрицанием единства что является? Вот это. Раз единство выражается в том, что тут нас много, то отрицание единства что? Единственность. Не так ты додумаешься. Вы не додумались еще? Я в процессе. Вы в процессе умирания? Значит, отрицанием если отрицанием множественности является там, раз у нас много, значит, отрицанием вот этих множеств является простота. Надо взять что-то простое, и ничего не составленное. Правильно? Простое – это сложное, оно состоит из каких-то, из чего-то. А ничего не состоит простое. Значит, отрицанием становления является спокойная простота. Вам нравится это? Хорошо же? Спокойное, никакой суеты-сует. Спокойное и простое. Никто ни на кого не нападает, никого никак не обзывает, не угрожает, ничего не делает плохого. Мир – дружба. Никто ни в кого не стреляет, ни в переносном, ни в прямом смысле. Красота. Вам нравится категория? Нет. Становление. А как это звучит? Философское звучит так. Становление, ставшее спокойной простотой. А? Красота. Придете домой и скажете родителям, мы изучали становление, ставшее спокойной простотой. подавался там сильно. Да. Да. То есть так просто не придумаешь такое. Ещё объясните им, что у нас с вами единство, то почему? Что у нас два. Или три. Становление, ставшее спокойной простотой. Что вы про него знаете? Настя, что вы знаете про становление, ставшее спокойной простотой? То, что мы хотим положить. О, Настя, я же вас учил, что если вы ничего не знаете о чем-нибудь, а я спрашиваю, что вы в этом знаете, что надо сказать, что оно? Есть. А вы отклонились от генеральной линии нашей партии. Если у нас есть спокойная простота, значит, оно есть. Вот это есть. А то, что есть, значит, это арато, что есть, как называется? О, вот вы встали в правильный клею. Бытие. Но не прежнее бытие-то вначале. Значит, оно другое название. Где мы берем название? У Гегеля. Берем у Гегеля. Ну, чтобы вам сейчас не лезть. Хотя вот есть люди, прямо смогут заглянуть в интернет на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Есть там тот самый наук и логики. Посмотреть на соответствующую страницу. И это называется какое бытие? Это уже другое бытие. Не чистое. А какое? Ну, какое получилось налицо? Наличное бытие. Наличное бытие. Наличное бытие платить или по карточке? Наличное бытие. А почему наличное? Даже это, например, этих банковских карточек очень хорошо видно. А человек расплачивается по карте, а потом что-то не проходит у него платеж. А почему? А банк-то рухнул уже. Поэтому можете выбросить свою карточку. А наличное ещё остаётся. В России за 17-й год с банковских карт снято 1 миллиард рублей. Наличными. Наличными сняты с карт. Снято и получено наличными. Вот они налицо имеют миллиард. А у нас, у вас он был на счету. Видите разницу? Иметь на счету или на лицо? Так вот, то бытие, к которому мы пришли, спокойное и простое, это наличное бытие. Это так и называется. Хорошая категория. Третья. В чём третья? Есть бытие, есть ничто. Третье – остановление. Это уже четвёртое. А, если правильно считать. Но если неправильно считать, то и 17-й может быть. Ну, номера тут не обязательны. Вы же можете зачитать и возникновение, и становление. И ещё, между прочим, там мы пропустили некоторые моменты, которые надо сказать. Это называется бесплатно ещё даётся. Если вы Лексус покупаете, вам москитную сетку в придачу. А если, говорю, я москитную сетку куплю, можете Лексус в придачу дать? Нет, только вот москитную сетку. А Лексус не хотят придачу давать. Ладно, я говорю, дайте мне Лексус без москитной сетки. Нет, мы без москитной сетки не продаём Лексус. Ну, тогда я пойду в другую фирму. Так не срослось. Значит, возникновение и прихождение – это можно считать частями становления? Да. Не, ну что вы, какие части? Части – это у трупа. Там части распилили, разрезали. А это же движение. Два противоположных движения в одном движении. Как у вас язык поворачивается? Назвать частями – это такое. Это же всё живое. У вас мысль идёт одна туда, другая сюда. Это ещё части вашего мышления, что ли? Вот у вас кровь идёт венозная в одну сторону, а артериальная в другую. Это части, что ли, ваши? Ну, это вы так будете говорить, что у вас две части. Вена – часть. И артерио-часть. Нет, не пройдёт. У вас рука где начинается? Начинается где ваша рука? Проходите. Смотри, а как смотреть? Ну, как я на вас смотрю? Вот вы бы так на себя посмотрели, и что бы сказали, если бы вы были и я, и смотрели бы на вас? Где ваша рука начинается? Только за меня говорите, а не за себя. Тогда я промолчу. Я не молчу. Как же вы так за меня промолчите? Я-то всё время говорю. У меня лекция. Вы что, смеётесь? Как вы можете молчать всю лекцию? Это не пройдёт номер. У вас живая рука? Пока да. Кровь туда поступает? Иногда. Иногда. Откуда она поступает? Из... Из желудка? Из сердца. Из сердца. Ну, значит, в сердце начинается ваша живая рука? С таким же успехом можно сказать, что она начинается с спином мозга. Почему-то с спином. А вот пачками пошевелите вот так. Это нервные инкульсии, они на спинного мозга. Вот эти вот и спинного. Это не вы придумали, чтобы они вот так пошевелились? Это не ваша голова, это спиной у вас тут мозг. Ну, они могут шевелиться и без участия головного мозга. А сейчас они с участием. Это вот... Это было у вас... А не отсюда был импульс у вас? Нет? Потом я просил вас за меня, говорят, я такие глупости, да не могу говорить. Это вот говорит о том, что это вот начинается здесь, вот здесь. Правильно? В мозгу. Сигнал пошел, чтобы я пошевелил руками. Из мозга. Не знаю, может у вас из другого места идет сигнал. Поэтому никак нельзя сделать руку частью. Потому что это вот пока человек живой, его на части не надо резать никак. И не получается. Допустим, ожог получил человек, больше 60% кожи умирает. А вроде кожа это не главное. Это же не сердце, не легкие там, не какие-то очень важные органы. Важные. Потому что это неотделимое от организмов. Правильно? Внешнее есть внутреннее. А внутреннее есть внешнее. Да, можно почку убрать одну. Сночный пузырь можно убрать. Нельзя одну почку убрать, потому что вторую придется отдать за кредит. Поэтому надо держать две. Сейчас, по крайней мере. Не спешите отдавать. Желчный пузырь. Зато бесполезный орган. Как же бесполезный, когда можно кредит взять. Его никто не купит. Под почку. Купят. Я говорю про желчный пузырь. А желчный пузырь не купят. А его никто не купит. Вот вы и отдаете, что никто не купит. Так, что мы получили? Мы получили, что это не части, а это называется моменты. Вот категория моментов означает противоположные движения в одном движении. Вот если у вас в душе борются противоположные стремления. Одно стремление – прийти на лекцию, а другое – не приходить. Это что, части или это моменты? Моменты. Вот у тех, кто пришёл на лекцию, победило стремление прийти. А чтобы вообще не было стремления не прийти, такого не бывает. И наоборот. У тех, кто не пришёл на лекцию, победило стремление не приходить. Но если кто будет говорить про этих людей, которые на лекцию не пришли сегодня, что у них не было стремления прийти, – это совершенно грязная клевета. У них было стремление, но стремление не прийти было сильнее. Оно победило. Тут ничего не поделаешь. То есть противоположные моменты – это противоположные движения в одном движении. Моменты. Это очень важно. Это раз. Во-вторых, мы с вами рассматривали становление, а в результате отрицания этого становления получилось наличное бытие. Остановление где? Оно пропало, что ли? Или оно в наличном бытии? Значит, оно отрицалось и в этом отрицании сохранилось. Как называется отрицание с сохранением, с удержанием того, что отрицается? Вот если я на вас нападал, это просто я вам выделил больше внимания, чем другим. Правильно? А вы специально и сели сюда. Я думаю, для чего человек сел, чтобы я с ним вот вас беседовал. Пока я там добьерусь за следующих таких товарищей. А тут мы с вами все время активно паневизируем. Пусть думают, что мы ругаемся. А мы потом пойдем чай пить. За их здоровье. Еще бы снять с них еще деньги за это. Сказать, дайте нам, потому что у нас сейчас будет битва. Сейчас у нас будет дуэль. А дуэль – это кто будет один раненый, умирать, надо будет врачей вызывать. Соберем и в ресторан. Значит, эта категория называется отрицание с удержанием, снятие. Важнейшая диалектическая категория. То есть мы вот это все бесплатно. Это все москитная сетка. А можете считать, что это целый лексус, потому что снятие – это такое аухебен по-немецки. Снятие. Что все здесь присутствующие содержат в себе своих родителей в снятом виде. Кого-нибудь это удивило? Ну, мы правильно это выразили. В снятом виде. А если вы скажете, что вы просто их содержите, это что, съели своих родителей? Нет, не надо. Это так. Вы их отрицали, но удержали. А как вы их удержали? Если не понравится, родителям скажут, да мы лучшие из того, что у вас есть, удержали, а все плохое отрицали. Но если мы продолжение ваше продолжение, так мы должны быть лучше, чем вы или хуже? Как может быть еще? И ночью никак не может быть. Мне внучка даже такой говорит, если, говорит, вы нас родили, значит, мы должны быть лучше вас. Пятилетние, говорит. Мы должны быть лучше вас, раз вы нас родили. Что можно возродить? Ничего не возродишь. Вот вы должны быть лучше меня, если я ваш преподаватель. Почему? Потому что вы же моложе. Это раз. Вы можете гораздо дальше пойти, чем я. Правильно? Я уже дальше пойти, чем я не могу. А вы можете дальше пойти. Поэтому, все, что мы говорим, это вы снимаете. То есть как? Вы это принимаете и отрицаете. То есть вы, когда будете строить свое понимание, свою систему, вы же не будете просто повторять, как попугай, что я говорил, да? Вот вы точно не будете повторять, что я про вас говорил. Не знаю почему, но не бойся. то есть снятие. Смотрите, какие мы категории, как мы обогатились. У нас и моменты, и снятие, и спокойное, и простое. Тоже за этим не уследишь, за этим вот становлением. Это беспоминание. Глаза так как бегают туда-сюда все время. А тут спокойное и простое. Красота. Ну, так давайте, раз оно снятое становление, значит, в наличном бытии есть становление. А раз в нем есть становление, то в нем есть что? Становление. Это кроме бытия есть еще и ничто. Бытие у нас налицо. Это нам не надо доказывать. А ничто не налицо, а ничто в нем, в наличном бытии. В наличном бытии ничто. Вы такое ничто когда-нибудь видели, которое было бы в наличном бытии вот до этого места, до этого момента, до этой лекции? В наличном бытии ничто. Видели когда-нибудь раньше? Видели? Где это вы видели? Ну, например, в деньгах. Все с этим на этих деньгах помешались люди. В деньгах он видел. Наоборот, а где вы деньги видели? Вы не видели деньги? Ну, сомневаюсь, сейчас проверим. Читать умеете? Читайте. Вы громко. Читайте громко. Тихо, тихо, не надо. Читайте. Билет Банка России. Короче. Билет. Ну, а вы нам что заливали? Билет это, билет. А деньги где? Это монеты. Это тоже не деньги. Из чего сделано-то? Из стали. Из чего сделано, как вы думаете? Из стали? Да, из стали. Это железный наш рубль, а люди говорят деревянный. И железный он. Есть магнит? Притягивается. Значит, монеты и денежные знаки – это билеты или монеты, которые являются представителями денег. А вы говорите – деньги. Денег он вам не даёт. Зачем вам давать деньги? Вы поменяете этот билет на товары от имени, в которых от имени денег выступают бумажки. Билеты от имени денег. Зачем подвергать опасности хождения золота? Вы же будете откусывать. Вот по вам уже видно. Будете этого золота. Это же не сталь. От стали не откусишь. От… Во, пожалуйста, да. От стали не откусишь. А от золота откусывали. И поэтому давно это поняли. Давайте-ка мы вам бумажки сделаем. А кому очень надо, идите купите слиток. Только вы пойдёте со слитком в гастроном. Колбасу вам никак не отрежут на него. Кусок золота. Часть ей, кто вы увидите, по частям. Ну, всё равно не возьмут. Им не разрешается. Им разрешается только работать с банковскими билетами, а не с деньгами. И не путайте деньги. Вы Лаврова знаете? Кого? Лаврова, Сергей Борисович. Знаю. Министр странных дел? Министр странных дел. Вы с Путиным его не путаете никогда? Он не разрешит. Не путаю. А? Не отвечаете. Ну, так он представитель, а это президент. Да что вы с деньгами так вот? Есть деньги, а есть билеты. Что вы путаете? Не надо путать. Не надо путать. Короче говоря, значит, вот мы нашли в наличном БСИ. Обнаружили мы что? Встановление. Встановление обнаружили ничто. Вы такое ничто когда-нибудь видели до этого? Не видели. У вас было свободное ничто, переходящее в бытие. А так оно сидит, запаковано в бытие, в наличное. Вот такое ничто, которое в наличном бытии, надо как-то назвать. Где мы берём название? У Гегеля. У Гегеля. Как называется такое ничто, которое в наличном бытии? Вот товарищ смотрит уже, смотрите. Ну и как оно называется? Сказали вы Гегеля, а хотите, чтобы я вам сказал? А я не Гегель. Да как называется-то такое ничто, которое в наличном бытии? Ну, это же самые продвинутые. Выдвинутые даже сюда. Ну, как называется? Ларчик просто открывался. Называется оно небытие. Не путать с ничто. Ну, к примеру, вот незамужняя женщина, её женой-то не называют. А если она замужем, то она жена. Всё равно же женщина. Но уже в другом отношении. Женщина как часть семьи. А если муж, говорят, а что имеете в виду? Есть жена, она ему покажет, если что. Правильно? Что значит муж? Муж, значит, должен знать своё место в семье. У нас был Борис Романович Рященко, такой большой шутник. Украинец такого Саратовского разлива. Разведчик был в войну. И он всё время шутил. А жена у него была татарка. А он украинец из Саратова. И вот собрались уже профессора в 16 часов. Говорят, о, пора. Колбаску нарезают. Кое-что выпили. И тут звонок. Но я как непьющий тоже там присутствовал, как свидетель. На всякий случай. Для стабилизации. Звонок. Жена звонит. Алла Алимовна. Татарка. И такой он радостно берёт трубку. Потом так тускнеет, тускнеет, тускнеет. Потом кладёт трубку. Начинает собирать портфель. Уходит и говорит. Хорошо, великому русскому народу. Он ещё в 13 веке освободился от татаро-монгольского ига. И уходит. Так вот, не путайте ничто, которое свободное. Незамужнее. И небытие, которое в наличном бытии. Это разные категории. Не надо их путать. А люди постоянно их путают. Им всё равно, что ничто, что небытие. А в диалектике всё называется по-разному, потому что разные категории. Если мы говорим небытие, значит, это вот. И когда вы узнали, что такое небытие теперь, вам интересно узнать про него теперь полнее? Вот такое небытие, которое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определённостью наличного бытия. То есть вы посмотрели на это небытие, но вы видите, что оно в бытии, что конкретное целое имеет форму бытия, а оно в нём. Вот это вот небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, а не форму ничто. называется определённостью наличного бытия. Пример. Чай пили? Сахар, если положить в чай, это чай или сахар? А? Ну чай, в чай положили вы сахар. Сахар в чай, это чай или не чай? Раз не чай, значит, это небытие чая. Ну так? Ну не чай же это. Вы сахар и чай, как-то ещё какие-то сомнения есть. Ещё не видели отдельно сахар, отдельно чай? Это не чай, это сахар. Некоторые на таких говорят, я с сахаром не пью. Вторые говорят, я с заваркой не пью. А вот ещё, которые вообще и без воды пьют, я таких ещё не встречал. Ну, вот это определённость чая. Чтобы придать ему определённость, нужно туда кинуть что-нибудь, что не чай. Если сахар, то будет сладкий чай. Если в чай добавить не чай, бергамот. Бергамот – это чай или не чай? Нет. Вот если в чай добавить не чай, будет чай с бергамотом. Так, чай с лимоном будете? Лимон, чай? Значит, небытие чая, если кинем вам, вот стоит там у вас продавщица, в буфете. Так, вам небытие чая кинут в чай? И отрезает, и держит. Лимон. Кружок. Небытие чая вам кинут в чай? Кидаю. Платите деньги. За небытие отдельно. Отдельно за бытие чая, и за небытие, которое в чай? Отдельно. А всё в сумме будет, что? Чай с лимоном. А что вообще придаёт? Вот у вас страница какого цвета, молодой человек? У вас какого цвета страница? Белая. А чем вы портите свою белую? Всё замазали, всё какими-то синими значками. Что это такое? Вот это синий, это отрицание белого. Зачем вы зачерняете белую тетрадь? Это ваша тетрадь или университетская? Если университетская, я так хоть и не оставлю. Я. Ваша? Ну ладно, это оставлю. Ну, что вы делаете-то? Небытие тетрадь. Вот. Как только вы небытие нанесли на бытие, то есть тогда оно включено теперь в бытие, это получилась определённость. То есть теперь можно различить, что вы там такое накорякали, что там такое содержание. А если бы вы этого не сделали, оставили бы одно чистое, как я вас и призывал, то ничего и не осталось бы от этой лекции. Значит, для того, чтобы придать какую-то определённость, надо или тёмное осветлить, или светлое затянуть. И Гегель говорит так. В абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Перерыв на 10 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...